И что важно, делегаты предстоящего Всебелорусского народного собрания это еще и люди разных взглядов и убеждений, знающие о проблемах и авторитетные в своих регионах. В следующем сюжете размышления о том, какой быть нашей стране в ближайшем будущем. Их многоголосие – визитная карточка Шумилинской школы искусств. Детский образцовый хор – лауреат разных конкурсов. Много лет коллективом руководит талантливый педагог Елена Синицкая. А поскольку организовать слаженную работу большого количества людей ей под силу, доверили возглавить и районный профсоюз работников культуры. Именно профсоюз делегировал Елену Синицкую на предстоящее Всебелорусское народное собрание. Опыт первый, но конкретные предложения есть. Мне хотелось найти, услышать ответы на вопросы. Это стабильная жизнь, уровень доходов именно работников культуры. У библиотекари маленькие зарплаты, у музейных работников, хотя они проделывают огромную работу. Так как я еще являюсь лидером профсоюза, и выбранные компании все проходят вместе с нами. И хотелось бы, чтобы выбирали депутатов всех уровней в один единый день. Мы бы сэкономили и время, и деньги. Коллектив Шумилинской детской школы искусств впервые будет представлен на Народном Вече. Для коллег радость и возможность через своего делегата донести пожелания и впредь поддерживать одаренную молодежь. В школе шесть отделений. Более трехсот юных дарований приходят сюда каждый день за новыми навыками. Работают с ними 39 педагогов, причем 15 из них сами в разное время учились в этих стенах. Правильно будет увеличить премии для талантливых детей. Это очень стимулирует для дальнейшей работы, выступлений и побед. Молодые и перспективные очень нужны в регионах. Закрепление специалистов в малых городах и селах – проблема актуальная не только для Витебской области, считает заведующий Язненской участковой больницей Владимир Пашкович. А значит и решать ее надо на самом высоком уровне. Делегат 6-го Всебелорусского народного собрания от Меорского района трудится на периферии без малого три десятка лет. Односельчане уважают за профессионализм и неравнодушие. Владимир Пашкович выступает на сцене, печет хлеб по старинным рецептам, устраивает фотовыставки о жизни родного местечка. Депутат и делает многое, чтобы жизнь агрогородка стала лучше. Несколько проблем, которые меня интересуют и волнуют, это, конечно, продолжить социальное развитие нашей страны, уделять внимание многодетным семьям, это повышение расшитаемости, а это уже экономическая защита нашей страны. Я прожила уже 54 года, но я еще такой больницы не видела, в таком порядке, в отличном. Такого специалиста не видела. Человек находится на своем рабочем месте. Всегда притянут руку помощи в любое время дня и ночи. Вот мы отправляем нашего Владимира Петровича, чтобы наша деревня процветала, продолжала жить, чтобы наша молодежь от нас не уезжала, чтобы заканчивали они учебное высшее заведение и возвращались к нам в родное село. Чем наполнена жизнь глубинки? Ответ на страницах районной газеты. Каждую неделю в редакцию Добрушского края поступают десятки вопросов от читателей. Сергей Чайдак в журналистике 15 лет. Опросы населения, успехи промышленных гигантов, бытовые проблемы жителей, а еще их инициативы и просьбы. Обо всем этом под его подписью сотни материалов на страницах районки. У нас такова специфика районной газеты. И когда-то был девиз, он в принципе сейчас сохраняется. Каждый житель района должен попасть на страницы газеты. Поэтому основной упор у нас на ветеранов труда, на долгожителей, на лучших в своей профессии. Обращение людей и работа с ними. Важно услышать каждого и помочь. Сергей Чайдак признается, его читатели люди мудрые, со своим мнением и взглядом на проблемы. Говорит, в последнее время их особенно интересует вопрос фейковых новостей. Мнение и предложение земляков журналист решил озвучить на Всебелорусском народном собрании. Я давно об этом мечтал, не раз писал о людях, которые там побывали. Хотелось бы, конечно, по возможности там выступить по нашей сегодняшней тематике. Я имею в виду травли журналистов в интернете и фейковые какие-то замечания. Хотелось бы, чтобы и интернет-СМИ, и простые блоги, и интернет-каналы, все их авторы, все их владельцы, как и мы, несли равную ответственность перед законом. От местной проблематики до вопросов государственного уровня. На Народном Вече предстоит выработать основные векторы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие годы. В оргкомитет 6-го Всебелорусского собрания уже поступило свыше 17 тысяч предложений. Ольга Масловская, Анна Ковалева, Михаил Христофоров и Александр Мурашкин. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова